Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 580. События дня. Эпиграф. 1 Коринфянам 9.22. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. За 15 июля 2017 года. Это была суббота. А вот за пятницу, там не сказал, в прошлый раз вспомнил, мы после бури решили убрать упавшие, разломленные деревья, ветла. Очень было опасно. Оно разлопилось, огромные сучки где-то воткнулось, на дереве повисло. Ни под ним пойти никак. Но Господь умудрил помаленьку где-то находить деревья. на которые оперлись. И там сумел Володя Пащенко повалить эти деревья. Дождь шел прямо во время дождя, как лягушки промокли во время дождя. Потому что боялись, кто-то пойдет, на кого-то дерево это упадет. И практически весь день мы в двух местах. Возле меня и второй тоже на нашей территории, но около Глушкова. И все за этим убрать. И вчера как раз еще остатки убирали Никиты и Егор Первый. А потом дрова пилили. С Володей его напротив Никиты ветла тоже растет. Уже многое отпилили от нее. А их там не одна, а три, кажется. Ну и нужно было убрать. Все это залазить веревкой альпинистской, толстая, крепкая, крючком. Заматывать вокруг дерева и тянуть в сторону. И тянул, но не смог тянуть. Так, по расчетам она должна была падать. Могла задеть кабель воздушный. Но даже не задела ни грамма. В следующий раз падает второе дерево. Но столько интересно. Прямо рядом, но вплотную. Не порвала ни сетку, ни чего. А третья упала прямо на стоящие. Ну, дорога там строили на разделье. С такими штырями. Для чего-то там где-то. И она прямо на этом зависла. Настолько интересно. На умышленно это не сделать. Явно видно благословение Господне было. Вот и день. Возили все. Я все удивляюсь. Вот люди образуют какие-то общества. Вступать просят. Какие общества? Ну, когда вокруг столько. Общество с Богом. С природой. С людьми и работа до пота. Работа до пота. Мы благодарим Бога, что каждый день дает нам возможность выполнить первую заповедь. В раю еще. Будешь есть хлеб в поте лица твоего. И мы все время имеем это. В исполнении. И вот составляет общество какие. И видно, при галстике сидит там. Ну, чистенькие ручки. Господин Чистый. У Льва Толстого есть такой он. Работал. А его Мелания из-за стола вытаскивает. Ну, сатана. Господин Чистый. Болтать. Стоять. Призывать. Вот. Навалом их этих навальных таких. А ничего не делает. Нигде ни разу не видно. Ленина изобразили с бревном. Там тяжелый конец несет. Как будто бы. Ну, хоть на картинке есть. Но бревна-то не видал никогда. Разбойник. Пришел. Грабит. Убивает. Подряд. Всех. Вот события дня. Баню постопил. Долго не грелась. Вода. Но все же все вымылись в бане. И мы ждали. Два дня не было Сергея Пупкова и Виктора Савченко. Уехали на Сергеевой машине и застряли в Корчене. Машина, которая только по асфальту ходит. Таксист. Ну, одновременно. И не выехали. Ждали. Я думал, уехали на нашей «Газели». А «Раша и Газели» вообще не признают непогоду. Она, говорит, идет ровно. Посадка высокая. Как я зову белая лебедушка. Ну, вчера и вернулись. Вернулись уже. Вот день-то и идет. Съездил я на старые колхозные сады, где малина. Всегда там брали. Нет, одну малинку нашел и все. Несколько клубники там. А комаров там море. Интересно, прямо рядом мы в деревне, как будто не залетают. И что они там делают, комары? Ни болота нет, никакого ничего. Сады на сухом месте. Им просто полно их там. Да так жалят больно большие. Вот оттуда в храм. Увидели своих. Сергей еще привез какую-то собаку дрессировать чью-то. Четыре собаки теперь у него. Две своих. Там американский какой-то, Ставфорд или легавая какая-то. Вот так вот. Это на события нашего дня. Одного дня. Ну, в храме, в храме были. Там события. Первый раз в жизни такое видел. Лосточата вывелись и вылетят из гнезда в момент богослужения. Почему-то оказалось, их не пять лосточат, как обычно, а шесть. И один вылетел прям при нас в окно. А один все летал. И он не понимает, ни стенку, ни стекло бьется, упадет, отдышится. А они перед ним. Его завлекают по-своему. И это все засняли. Потом будет интересно смотреть. Вылет из гнезда. И воспоминания, как я первый раз поехал в город. Не хотел ехать. Отец вытолкнул. Хотел лошадей пасти. Здесь, в колхозе. Но нет. Интересно. Три рубля с собой. И как хочешь устраиваться на квартиру. Питание. Книги. Сдавай экзамены. А готовился-то, ну как? Деревня. Плохо. Но. Квартиру. Остановились улица Победная. Пять, кажется, были там. Такие. Жили. Хорошие. К ним потеряевски на машине заезжали. Всегда что-то им оставляли. И вот у них я был. Еще маленький у меня. Пять лет возили в больницу. Что-то у меня с сердцем, что ли, было. Или с желудком, не знаю. Что-то такое было. А ничего не было. Осмотрели, отправили назад. А брат приехал. Он сказал. Коров пас. На пять лет старше меня. Десять лет. Ну и корова там с парсету объелась, напилась. Он не знал, что поедет нельзя сразу. Вздуло ее. И одна или две коровы сдохли. Ну ладно, ветеринар был такой. Бутылку ему поставил отец. Тот написал там. Ну какая-то болезнь. Сибирка там. Или как, ветеринар Минеев. Минеев. Даже звать не знаю как. Вот вспоминаю вот это Победное пять. А дальше они дали наметку. Там улица Молодежная. Прям в самом начале. Прям близко к трамвайному пути. Корнилов Иван Фатевич. И жена его Пелагея, тетя Поля. И я к ним пришел. А они, ну кто я такой? Ну она видимо сходила к этим, узнала обо мне. И пустили меня на квартиру. Экзамены сдавал в сельскохозяйственный институт. На факультет механизации сельского хозяйства. Сдал все экзамены. Все. До конца так и не знаю, был ли я там принят или нет. Но пошел воду принести. И слышу две разговаривания. Это одна женщина и говорит. Твой-то где? А мой там-то. А мой поступил в техникум. Учиться намного меньше. А дальше видно, надо он закончить. Заочный там. Строительный техникум. Да недалеко здесь совсем. И он хороший. Это пропитание на всю жизнь. И я махом бегом приехал на Пушкинскую и документы забрал. Забрал и с этими документами в техникум. А там приняли без экзаменов. В институт сдал, а в техникум-то легче. И два с полной года с десяти классами. Два с полной года учиться закончил. Выпущен был прорабом в органы МВД. В лагерь направили работать с заключенными. Иркутская область, село Плишкино. Туда я потом ездил. Вот это все вспоминаю, как ласточата вылетают. И я также помню на вокзале. Здесь вокзал еще был. Потеряевки. Разъезды под Степной. Поезда еще нет. Я в траву лицом уткнулся. И такой запах прелия. Я об этом стихотворении написал. Вот. Вышел из дома, как ласточенок. Вытолкнули. И все. И живи. Как хочешь. И все надо сразу заработать. И хорошо, что именно так было. Не краги. Если сейчас не краги там про одну. На северном народе она живет. Я не знаю, кто она. Ненецкая национальность или как. И она говорит, мать меня не любила. Я упаду. Она идет и не огрянется даже. Но потом я поняла, это помогло мне встать на ноги. Так и здесь. Да, было трудно. Да. Но на зиму отец дал мне два гуся. Гуся. Обделанные. Мама все опалила их. И я их там разрезал. Чем я резал, не знаю. Но разрезал по спичечному коробку. И вот суп. Добавка была. Я не знаю, где-то бегал. На вокзал, помню, кому-то чемоданы носил. Есть-то охота. И стипендия. 26 рублей. 6 рублей за квартиру отдавал. Ну, а остальное... Когда проект пишешь карандашом. И где-то рукавом задел, запачкал. И чтобы убрать, тереть нельзя было резинкой. А именно хлеб, булочка, мякишом. Вот интересно. Мягко и хорошо получалось. Ну, а я мякишок-то маленько, да в рот. Вот вчера все это в храме. И благодарю Бога, что в свое время вот так же вылететь пришлось из гнезда. Да, 10 ребятишек у отца у нас было. Это ласточат. А кому-то мешали молиться. Ну, Володя с места на место передвигался 8 раз. Туда и обратно. Вот уже 2. Я говорю, ты 16 раз пересек линию, где молились. Ну, мне-то это все равно. А кто-то недоволен был. Вернулись. Срочно за стол. Ну, полчаса раньше. А тут все хлюпается в воде. Марина Сергеева с одной рукой. Надежда привезла ей 2 сумки стирать. Зачем? Я ничего не даю. Даже платочек не даю. В баню зашел сам, что себе застернул. Это работает меньше. Нигде не подвержена таким пыльным бурям. И сидит в комнате. 2 сумки. Поэтому все это выговариваю. Марина, все, бросай, пошли. Юрга поспела. Срочно нужно собрать ягоду-то. И всех выдвинули. Наш лагерный огородчик. Ну, какие-то события-то. Ну, это события. Все туда идут. Взяли с собой шарик. Это простая природная жизнь. Каждому разрешил съесть по 50 ягодок. Съели. Ну, кто-то больше или меньше. Вот. События. События разные бывают. Вот. И показать наши ресурсы. Я ничего сегодня не записываю. Не только сегодня. Вчера некогда. А это вот мой мир. В моем мире. Тоже выставляют как раз. Вот. Василий, Наталья. Перетаскивается в мой мир. Ну, и что еще показать наш форум. Интересно. Вчера, что простой день. Интересно. Что такое? Почему-то дальше не идет. Нет, не идет. Новый за месяц. А вот она где. Вот, значит, что. Сейчас же 247. Ну, в летнее время 247. Человек. Это наше постоянное. Ну, и показать наш большой православный видеоканал открытым оком. Сегодня я опять поставил 10 роликов. Развание их такие. События дня. Заинтересуется кто-то, посмотрит, как мы живем. Ну, и еще у нас есть во свете Библии православный библейский сайт. Самое ценное. Это 4124 ответа по темам. Вот так. И вопросы. Развитые на 55 папок. Вопрос 1192. Третий том. Вы говорите, что с нам верить нельзя. Разве у вас не было пророческих снов или у ваших друзей? Это вопросы мне задают. В институтах, университетах вел занятия. Что интересно. Сегодня ночью тоже. Попутно сказать. Станцию нашу перенесли в другое место. За 35 километров от нас теперь будет остановка. Я так расстроился. Я говорю, а в обратном направлении? Может быть, тут будет останавливаться? Нет. Еще попало. Приснится. Ну. Ответ. Выписка из преподобных отцов в Арсануфе великого Иоанна. Руководство к духовной жизни. Москва. 1892 год. Страница 279. Вопрос 413. Как смеет дьявол в видении или сонном мечтании показать владыку Христа или святое причастие? Ответ. Ни самого владыку Христа, ни святого причастия показать он не может. Но лжет и представляет образ какого-либо человека и простого хлеба. Но святого креста показать не может. Ибо не находит средства изобразить его другим образом. Вот свидетель Иегову по-другому изображает. Яма, что от дьявола. Вот крест не может показать. По елику мы знаем истинно его другим образом. Поем мы знаем истинное знамение образ креста. Дьявол не смеет употребить его к прещению нашему. Ибо на кресте разрушена сила его и крестом нанесена ему смертельная язва. Владыку Христа мы не можем узнать по плоти. Почему дьявол покушается лживо уверить нас, что это он, дабы мы поверив обольщению, как истине погибли. Итак, когда увидишь во сне образ креста, знаешь, что этот сон истинен и от Бога. Но постарайся от святых получить истолкование значения его и не верь своему помыслу. Если действительно явится тебе святой крест, то он упразднит надменность высокомудрия, где Бог, там нет места злу. Я слышал, что если кому явится три раза один и тот же сон, то и его надо бы признавать истинным. Ответ. Нет, это несправедливо. Не надо верить и такому сну. Тот, кто один раз явился кому-либо ложным, может сделать сие три раза и более. Берегись, чтобы не быть поруганным демонами, но обнимай себе, брат. Перед арестом мне было показано два сна, и в обеих случаях главную роль играл крест, поэтому я воспринял их как предупреждение. Летел по небу крест такой тяжелый, огромный, словно ферма у моста, под облаками кучевыми, где березовые колки, знакомые даже во сне места. С четырехконечной железомощной, длиной метров сто-сто пятьдесят, я присел на самый-самый кончик, а ноги беззаботно так висят. Ни ветерка, ни звук, и без страха сижу и не держусь, гляжу вокруг, одет по-летнему, зеленая рубаха, как будто только кончил труд. И медленно по ходу на снижение, на солонцы никем не управляем, и сразу в землю страшное давление, тысяча тонн пропахало прямо. Я соскочил легко, не удивляясь, лежащий крест мне доставал по плечи, и не души. За горизонтом зависть, магнитофоны, записи и печи. И там, тогда же, в том же сне, кого-то ощущая, вопрошаю, что значит крест, паренье в вышине, и тяжесть непомерная, большая. И кто-то там же, непонятно как, не голосом, а чувством отвечает, великое, святое в небесах, ты при кресте пройдешь в его начале. Он, этот крест России, предлежит тяжелой, страшной. Радость пробуждения. Крест радости, год позади лежит, и на полях родных освобождение. А что же дальше? В звездопаде осень, предчувствием туманит горизонт. Апокалипсис толкование просит, понятнее становится и сон. Пока один. Молитвой и пением, касаясь облаков, посвященных в лазури. А крест страдания, мужества, терпения, готов подняться вновь через шторма и бури. 10 сентября 1986 года. Тюрьма. Один из них, я даже изобразил стихотворной формы, а второй сон начинается на том месте, где приземлился этот крест. Там у нас салончиковое болото, метров за 600 от деревни. Я, сидя на корточках, мою молочные бутылки с широким горлышком и знаю, что я их не просто мою, но должен быть очень чисто, ибо будет конкурс чистоты. Я никого не вижу, но знаю, что за мной сзади наблюдают, и наблюдающие видят, что моя посуда намного чище, чем у них. И они от досады с яростью бьют меня своей бутылкой по спине. Горлышко отламывается и глубоко втыкается мне межпозвонков пункция. И я понимаю, что они заразили, осквернили меня, запустили грязь в самый центр организма, и мне сразу же стало плохо. Я поворачиваюсь и иду к деревне со стороны Корчины, и тут же рядом друзья и ближние всех, ближе всех с левой стороны отец Аким. У меня подкашиваются ноги, и я пытаюсь опереться на его плечо, но он опускает плечо к низу, и рука моя скользит. Помощи нет ниоткуда. А по дороге расстелена огромная сеть из веревки, какой ловят и львов, но как рыбача с крупной ячейкой. Я когда-то смотрел такой фильм, что когда лев наступает на сети, она подбрасывает его вверх, и он как в овоське висит под деревом, совершенно беспомощный. Я ступаю в ячейку так осторожно, чтобы их не зацепить, и прохожу сон святой перепитой, моей любимой святой. Подхожу к березовому лесу, он прямо на задах нашей деревни, где мы всегда берем ягоду. Вижу, что день солнечный, стоит очень длинный стол, несколько десятков метров, накрытый ярко-красной скатерью, как на колхозном собрании. И я сам один подхожу к ним, зная, что это трибунал, собранный судить меня. Я складываю на груди крестообразно руки, и так как у меня уже отняли язык от заражения в спину, отнялся. Бутылка с грязью. Беззвучно шевелю губами, давая понять, что мне нужно причаститься. Среди коммунистов и КГБшников сидит знакомый мне священник-отец Борис Пивоваров. С Новосибирска, брат Александр Пивоваров. Я останавливаюсь напротив него, несколько раз кланяюсь в пояс, не поднимая руки от груди, не отнимая, и беззвучно шепчу, причастись, мне надо причастись. Борис же поднимается со скамьи, левой рукой опирается на стол, и сильно, просунувшись поперек стола ко мне, выбрасывает вперед сжатый кулак и потрясает им пальцы кулака кверху, сверху. Вот тебе, а не при счастье! Яростно кричит он. Я проснулся весь в слезах. Далее все стучится точно по показанному сну. Метрополит Гедеон, Барнаульское священство, патриархия, плетут против меня интриги. Беспробудно лгут и выставляет в суде против меня священника Михаила Скачкова, грозного обвинителя. Но статьи нет, нога не запуталась. В этом конкурсе чистоты они полностью проигрывают. Меня арестовывают, увозят в психиатрию кемеровым. И я не могу причаститься и очень много плачу о том в тюрьме. Позже меня причастит отец Николай Войтович и отец Стефан Пристая дважды. Да воздаст им Господь милостями своими в судный день. За ту милость, которую они оказали мне. И да простит им Бог все, что они сделали против меня. И да не вменится им это. Или вот еще два сна, которые видела наша сестра и которые полностью уже почти исполнились. Сон 2 сентября 1996 понедельник. Потеряевка. Лагерь Станг. Стою я будто бы на берегу какого-то залива или озера. Берег чистый и вода чистая, прозрачная. Смотрю на противоложный берег и вижу на Потеряевку идет длинная процессия из Барнаула и внизу везут огромные величины крест и везут из нашей общины братья и сестры. В это время подходит ко мне Игнатий Тихонов с Женей Янщуком. Игнатий Тихонович говорит мне вот все и закончилось как быстро. А мне на сердце тяжело как будто мы должны расстаться навсегда или что-то страшное должно случиться. Игнатий Тихонович сказал что крест привезли для него и его наши верующие братья и сестры на нем распнут. У креста было огромное основание сам он был деревянный. Игнатий Тихонович стал прощаться со мною и был такой радостный и страха не было в его глазах. Это меня сильно поразило и за свою жизнь мне почему-то было стыдно перед ним. Женя Янщук сказал Игнатию Тихоновичу что уже пора идти крест готов. Он крест был поставлен на высоком холме. Я спросил Игнатия Тихоновича страшно ли ему он ответил мне я их всех победил. Я стал со слезами просить его чтобы и меня распяли с ним на кресте. Просила чтобы он помолился Богу чтобы он мне дал крест чтобы быть распятым. его крест Игнатия Тихоновича стоял на высоком холме как-то победно возвышался над всем окружающим но Игнатия Тихоновича на нем не было. Я проснулась сон. Второй Стоит отец Аким в священническом облачении и в руках у него решету как у древних сеятелей В решете пшеница с мусором плевелами решету полная Вдруг подул сильный ветер и батюшка начал себе веять пшеницу С сильным потоком ветра относила неспелые испорченные зерна метину плевела А крупные спелые чистые налитые зерна падали к его ногам в одну кучку и несмотря на сильный ветер не разлетались разные стороны Спелые зерна лежали зернышко к зернышку как слепленные Чистой пшеницы было намного меньше чем плевел Когда я смотрела как веется пшеница какая-то странная печаль владела мною и было страшно от всего происходящего Приходь к Наталье Николаевне Нас всех более удивило то, что Женя Ящук такой молчун Он-то какую роль может здесь сыграть Тихий спокойный Но вот он увлекся базаром Из 14 отторговавших на базаре погибли духовно Практически все остались только двое переехавшие в Потеряевку Они дружат только между собой и оба догнивают Совершенно не только недуховные а антидуховные люди Женя стал диаконом Это наш грех что мы допустили это И более всего мой моя слабохарактерность Теперь он не посещает зазирает наши так называемые апостольские богослужения страшно высокого мнения о себе и как нет у него ни малейшего намерения жить жизнь общины никогда не проповедует и не посещает занятия душа душа переполнена поиском компромата против меня а ему это век не нужно но согласно сну он должен дождаться своего счастья и выйти во главе процессии Теперь кто бы не появился в общине в Потеряевке или в Барнауле он обязательно должен с ними мгновенно соединиться и двинуться с крестом ко мне в тихом омуте все черти живут я для них совершенно недосягаем по той простой причине что они сидят на месте а я все время двигаюсь по пустому месту на кресте меня нет все его обвинения надуманно и лживы да обратит их Господь на путь спасения Вопрос 1258 4 том Как православие относится к рукопожатию Ответ У католиков работают веками целые комиссии по любому вопросу не только теологическому но и жизненному Даже вновь возникшие секты разрабатывают обрядовые стороны ритуалы как проводить в семейном кругу свадьбы например У православия ничего этого нет они как ангелы во плоти им бы только пустыню пещеру столб а остальное все пинком от себя как похоть искушение страсть Поэтому такая несуразица такая несогласованность во всей жизни и о чем бы не спросил только руками разводят но по любому вопросу есть свое мнение и самое неприятие даже самое главное неприятие даже самого лучшего это иконаха мыслящих все основано на традиции на корнях на преданиях чтобы убедиться в этом подойдите к любому батюшке и спросите как сделать интересную свадьбу после венчания чтобы не согрешить и чтобы была духовная польза о чем рассуждать если додумались что иеромонахи и гумен архимандриты это венчает брачащихся и принимает на исповедь женщин и мужчин прошедших широкий пространный путь до Жуанов и Голливуда рукопожатие это приветствие полудикарские обычаи свидетельствующие о том что у тебя в руках нет оружия в данный момент 2 царь 20 глава 9 стих и сказала я Амисай здоров ли ты брат мой и взяла я правой рукой Амисай за бороду чтобы посыловать его Амисай же не остерегся меща бывшего в руке ява и тот поразил его им в живот так что выпали внутренности его на землю и не повторил ему удара и он умер и кори к тому же еще выкидывает руки перед собой ладонями вперед и показывает кончик языка между зубами что у него нет ни на языке зла ни в руках это даже логичнее чем простое рукопожатие у христиан этого не должно быть а может быть только приветствие с целованием слово приветствие в Библии встречается 73 раза здесь мы приводим основные виды приветствия о чем упоминается в Библии в основном это приветы в песенном виде как пожелание добра спасения песни 1.1 да лапзает он меня лапзанием мус своих ибо ласки твои лучше вина 2.1 приветствуйте друг друга лапзанием святым приветствует вас все святые 1.1 5.26 приветствуйте всех братьев лапзанием святым Лука 22.48 Иисус сказал ему Иуда с салаванием ли предаешь сына человеческого Римлянам 16.16 приветствуйте друг друга с салаванием святым приветствует вас все церкви Христовы 1.1 коринфян 16.20 приветствует вас все братья приветствуйте друга святым лапзанием Лука 7.45 ты целование мне не дал а она с тех пор как я пришел не перестает целовать у меня ноги приветствовать можно кивком головы снятием головного убора поднятием руки считай выше чье это приветствие Матфея 10.12 а входя в дом приветствуйте его говоря мир дому сему Сирахов 41.25 стыдись молчания перед приветствующими смотрение на распутную женщину отвращение лица от родственника на сегодня хватит